Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в 2020 году в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Его площадь – 19,5 тысяч квадратных метров. Сдать объект планируют в конце этого лета. Максимум – в начале осени. И произошедшее на сроки не повлияет. В этом уверен губернатор Колымы Сергей Носов. На своей странице в «Одноклассниках» он рассказал о причинах возгорания. Вот что бывает, когда нарушают технику безопасности. Когда они осторожно работают со сваркой, загорелся пеноплекс для утепления фундамента спортивного комплекса. Его сложили возле здания с нарушением норм противопожарной безопасности. А над ним проводили сварочные работы. Панели на фасаде здания – все номерные. Поврежденные части до пожарной лестницы подрядчик заменит за свой счет. Он заверил, что сделает это в июне-июле. При этом отделка внутри помещений и благоустройство будут проведены по графику. Пожарные прибыли на место за 3 минуты. 9 единиц техники и 42 человека. По месту было обнаружено, что горит строительный мусор на площади, ориентировочно на 300 квадратных метров. И также происходило распространение огня на панели стеновые фокопрезидентские. Незамедленно было сформировано звенье ГДЗС и поданы стволы на тушение. Пожар был локализован в те объемы, которые приобрел на момент прибытия первых подразделений. В настоящее время виновный ущерб устанавливается. Потушили огонь за полчаса и практически сразу приступили к замене сгоревших панелей. По словам заместителя руководителя проекта строительства комплекса Станислава Лубянова, ущерб незначительный. Виновных устанавливают с помощью системы видеонаблюдения на объекте. Олеся Хитагурова, Олег Дудник, Виталий Моряков. Специально для Карибу.